Язык и легенды земли родной. В галерее Республиканского музея проходит выставка, приуроченная 65-летию возвращения карачаевцев на историческую родину. В экспозиции представлены этнические костюмы и живописные работы карачаевских художников. На выставке побывала шерифат Лепшокова. Долгих 14 лет люди ждали возвращения на историческую родину, и этот радостный день настал. Республиканский музей не мог не присоединиться к праздничным мероприятиям, приуроченным 65-летию возвращения карачаевцев. В экспозиции более 60 работ карачаевских художников. Именно Французова, Маршанкулова, Гачьяева, Коканаева, Гогуева, Батчаевой хорошо известны любителям живописи. В их работах жизнь и судьба народа, с его радостями и горестями, и всё это на фоне щемящих видов природы, естественного помощника в труде. В Средней Азии сразу появилось чувство, что и жизни нет без родной реки, прибрежных камней и гор. Всё это отображено в картинах художников. Их работы достойны мировых музеев, уверена поэт, прозаик и переводчик Шахриза Богатырева. Они, эти картины, спокойны. Они умиротворённы, как может быть умиротворён человек, который через множество испытаний, наконец, возвращается к родным истокам. И он наслаждается тем, что он снова на родине. Картин Зульфии Батчаевой также известны многим любителям искусства. Одна из её давних работ посвящена теме возвращения. Вдохновлённые историей народа художница символично изобразила этот период. На переднем плане стоит горец. В его руках меч. Но это не меч агрессии, это как раз меч защиты. Это олицетворяет то, что он хочет защитить, и чтобы в следующий раз такого не происходило с нашим народом. Особое место в галерее отдано работам одного из ведущих художников-модельеров республики Зарима Аджиевой. Этнические карачаевские платья выполнены её руками и руками помощниц. Казалось, это должны влюбить лишь стилизованные свадебные платья. Но нет. В каждом из её работ можно прочитать карачаевский код. Связь времён – не просто слова для мастера. В её платьях история и культура народа. Сохранён старинный орнамент, покрой также не изменён. Платья магическим образом присягивают внимание. Секрет в неуловимом мастерстве. Когда стежок к стежку, безупречна каждая деталь. А началось всё с серебряного пояса, рассказывает Зарима Аджиева. Ни одно поколение кемар хранится в семье мастерицы, бережно передаваясь по женской линии. Его сохранили в тяжёлые годы депортации. Чтобы выживать, люди выменивали на еду последнее. Но семейная реликвия осталась неприкосновенной. Присутствие этого пояса меня всегда подстёгивало сделать что-то в национальном стиле. Не всегда эти платья были востребованы. Но, тем не менее, элементы национальной одежды где-то мы всегда использовали этот пояс. Мы всегда хотели надеть, где-то показать его. И гордились тем, что он у нас есть. В горах всегда ценился труд мастерицы Зала Ташвейки. А сукной, сготовленная руками карачаевских женщин, считалась одним из лучших на Кавказе, рассказывает Зарима Аджиева. Происходилось смешение культур. Казаки перенимали кавказский костюм, а девушки-горянки научились вышивать крестиком рушники. Человек, который не знает своей истории, культуры, традиций, как дерево без корней. Он не может относиться с уважением к культуре других народов, говорит мастерица. Выставка продлится до 30 мая. Все желающие смогут прикоснуться к самобытной культуре карачаевцев, по достоинству оценив работы мастеров кисти и ткани. Шереват Лепшокова, Мухаммед Ишебоков, Вести Карачаева, Черкесия.